Первым пунктом рабочего визита глава администрации Тамбовской области Александра Никитина в город Уварово стал детский сад «Вишенка». Его строительство финансировалось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин. Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Губернатор был здесь год назад на открытии детсада. Сейчас в дошкольном учреждении уже функционируют три группы. Создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей с помощью различных видов искусства – такова концепция «Вишенки». Вот и для почётных гостей был подготовлен небольшой концерт, а родители поблагодарили руководство области за новый современный детский сад. По мнению губернатора, поддержка семьи с детьми – главное в демографической политике. «Дети – это всё. Это наше будущее. Поэтому для этого мы работаем, для этого мы исполняем свои обязанности должностные. То, что происходит, конечно, это в первую очередь благодаря федеральному программу, благодаря поддержке нашего президента Валентина Вячеславовича Кузне. Мы, в свою очередь, должны поспевать за всеми возможностями, которые предоставляет государство». Также глава региона посетила одну из детских спортивно-игровых площадок, которые обустраиваются в дворах многоэтажек в рамках реализации муниципального проекта «Народный бюджет». Программа, где на равных условиях участвуют средства муниципалитета и населения, за пять лет своего существования успела завоевать одобрение горожан. В этом году будут установлены ещё девять комплексов. Стоимость проводимых работ составляет почти 3 миллиона рублей. На днях современные сооружения для активного отдыха появились во дворе дома номер один, третьего микрорайона, и сразу же стали излюбленным местом для детворы. Пообщавшись с жителями, губернатор отметил, что программа будет продолжена, и город Уварово – один из самых активных её участников. «Когда всё вместе, сообщать, а тут получается более заметный результат, видимо, есть чему порадоваться, есть желание, естественно, дальше продавать, продолжать помогать им и согласно верить». Далее Александр Никитин оценил ход исполнения проекта по благоустройству территории пруда, который находится в самом центре Уварова. На площади порядка 46 тысяч квадратных метров появятся спортивные объекты, амфитеатр, зону отдыха. Участие и победа нашего города во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды дала возможность выиграть грант, на средства которого на водоёме будут проведены более масштабные работы. «Совет хорошего поддержка федерального уровня, естественно, своего регионального уровня, мы уже выделяем. Дальше будем делать так, чтобы, как здесь задумано, всё это разговаривалось, воплотилось, естественно, за жизнь. Действительно стало самым красивым, самым предъявительным местом для отдыха и развлечения». Ещё одним объектом, где в этот день побывал глава региона, стал сахарный завод. Александр Никитин осмотрел новое оборудование и пообщался с коллективом. В 2020 году в модернизацию производства было вложено 740 миллионов рублей. Предприятием реализовано около 30 инвестиционных проектов, в том числе выполнен ремонт подъездных путей, приобретены вагоны, заасфальтированы внутри заводские территории. Обновление оборудования позволило сделать производство бесперебойным, более эффективным, а также увеличить производительность. В завершении рабочего визита губернатор Тамбовской области Александр Никитин встретился и пообщался с жителями города Уварова и Уваровского района. Начну с того, что динамика социально-экономические показатели развития и Уваровского района, и города Уварова сегодня является одной из самых лучших. Я с большим уважением и признанием отношусь и к Александру Николаевичу, и к Владиславу Владимировичу, потому что они сегодня, наверное, одни из самых активных среди глав муниципальных образований. Они очень уверенно всегда работают с программами, которые на региональном уровне действуют традиционно и, конечно, активно включены в процесс реализации национальных проектов. Встреча продолжалась в формате вопрос-ответ. Во время беседы много внимания уделили достижениям и проблемам в сфере образования и здравоохранения, а также молодежной политике, газификации, действующим программам и проектам. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.